О, привет, мои маленькие любители офигительных историй! Мы продолжаем проходить первого Ведьмака. Итак, на чём же мы остановились? По-моему, мы подошли к Микуле и завоевали его доверие тем, что выполнили задание в пещере, убив там всех гулей. Вот, теперь осталось завоевать доверие Харина. Вопрос, где нам найти Харина? Ну, давайте смотреть по карте, что у нас вообще есть. Так, это нет, это мельница, это ворота, так, это костры, это склеп, в котором как раз-таки мы завоевали доверие, дом Абигел, постоялый двор, дом Ода, часовня, так, дом Харина, Брога. Так, ну вот туда мы, видимо, сейчас и направляемся. Отметим на карте. И поехали! Так. Я только что видел, здесь, по-моему, растенец. Ну, видимо, нет. Ну, ладно. Посмотрим, какое задание он нам сейчас даст. Даже интересно. Ну что ж, попробуем использовать нашу магию телепортации. Так, вот мы уже и рядом. Значит, указатель нам показывает сюда. Ага, а в эту дверь, кстати, мы так и не заходили. Ну вот, это интересно. Давайте посмотрим, как он нам живёт и как у него вообще дела. Так, сейчас мы к нему подойдём, но сначала мы его немного ограбим. Это дело святое. Книга. Ага, так, надо не забыть её потом прочитать. Нравится мне здешняя система. Пришёл к кому-то домой, забрал всё, а потом с ним поговорил. А ты... Харенброк, торговица-посредник к вашим услугам. Что привело сюда ведьмака? Что ты продаёшь? Полагаю, тебя прислал преподобный? Конечно. И почему, интересно, я тебе не верю? О, господи. Не показав ему кольцо. Символ вечного огня. Подарок от преподобного? Меня прислал преподобный. Он считает, что тебе могут понадобиться услуги ведьмака. Так и есть. По ночам из реки выходят мертвецы. От воды веет жутким холодом. Меня всего сводит. Помоги мне. Денег я не пожалею. Хм. Я помогу тебе. Но мне нужна информация о саламандрах. И добавь к этому 200 оренов на расходы. Если ты ищешь саламандр, ты ищешь неприятностей. Но это не моё дело. Я согласен. Проклятая нежить. Мало того, что распугивают моих людей, так ещё и ящики с товаром портят. А это очень ценный груз для особого клиента. Так что? Где мне найти этих... Нет, где найти... У берега реки. Они выползли. Так, ну это всё... Очевидно. Я нашёл эти необычные кости. Похоже на работу краснолюдов. Эй, стой! Прекрати ими так размахивать. Хочешь, чтобы у нас обоих были неприятности? Ты ведь не святой. Боишься попасть за решётку? Да у тебя почти весь товар контрабандный. Инстинкт самосохранения. Предпочитаю слишком сильно не светиться. Преподобный эту игру ненавидит. Так ты знаешь, что это? Этого я не говорил. Их изготовили не люди, это очевидно. К тому же, эта работа не людей и здесь попахивает риском. Спроси об этом у краснолюдов. Может, они чего знают. Что ж, спасибо и на этом. Так, дорогой... Да, ладно, ладно. Что ты продаёшь? Всем торгуешь? Практически всем. Но сейчас тяжёлые времена. Ассортимент довольно ограничен. Позволь взглянуть на товары. Желание клиента закон. Так, давайте-ка с ним поторгуем. Действительно интересно, что у него есть. Так, ну дубинку я на факел менять точно не буду. Такое дело приятное. Вот какой-то камешек. Синий метеорит. Вероятность критической боли 10%. Хватит для ковки меча. Из трёх таких кусков в кузне сможет выковать новый меч. Так. Даже не знаю, нужно ли оно нам. Порошок для высококачественных бомб. Ну, я думаю, что они всё-таки нам понадобятся, бомбы. Правильно? Так, что у него вообще ещё есть? Чтобы мечи заточить. Дурацкие камни, которые я хотел бы ему, наверное, даже продать. Хотя, посмотрите, у нас осталось всего 5 камней. Однако, было их много. Так. Смазка. Наверное, давайте продадим ему... А почему они высококачественные для смазки меча? Для смазки меча. А чем они отличаются? Хм, непонятно. Порошок. Основа для бомб. Ну, это всё у нас есть. Повышает на 7 упряжений на 10%, а это, смотрите, повышает на 20%. Давайте на 10 ему... А, они почти ничего не стоят. А нам они могут понадобиться. Сколько он их продаёт? А продаёт он их за 20. Ни фига себе на ценочек. Ну, молодец. Что поделать. Так. Ну, наверное, мы ничего ему не купим и ничего ему не продадим. Хотя, я всё-таки подумал насчёт синего метеорита. Всё-таки, может понадобиться что-нибудь выковать. Медвежий жир. Честно, я не понимаю, зачем нужны эти вещи. Так, ладно, это всё не вопрос, который надо решать сейчас. Значит так, у нас появилось задание. У Харина проблемы. По ночам утопцы нападают на людей, которые сторожат его товары у берега реки. Я пообещал помочь им. Я должен ночью пойти на берег реки и убить всех утопцев, которые будут шнырять там. Ну, я это делал уже не раз. Так что, я думаю, особой сложности это не составит. Значит. Так. Людишки тут бегают, ходят. Давайте ждать ночи. Всё-таки камешки нам понадобятся. Надо бы их собирать. Так, медитируем. Вот где-то ещё часик. Вот так. И будем убивать утопцев. Я думаю, мы ничего не будем использовать для восстановления здоровья. Вообще ресурс не будем тратить. Так, давай, вставай быстрее. Пошли уже убивать утопцев. Где он всё? Меч. Так, это всё не то. Что там было? Это костёр. Кстати, бочка. Наверняка там деньги. Нет. Не свезло. То есть еда. Камешки я буду пока собирать, чтобы была десятка постоянно. Вот. Лишнего брать не буду. Ну, действительно, просто место занимать. А тех можно продать. Но там такие копейки, что, я думаю, нет смысла. Ладно. Сейчас будем разбираться. И смотреть. Хм. Обычно они были здесь. И где же мне теперь их искать? Может быть, с другой стороны? Давайте пробежим, посмотрим. Или, может, я слишком рано. Да нет, ночь. Вроде всё хорошо. Хм. Видимо, задание изменило стандартный скрипт. Ну, топцы. Давайте будем тренироваться на наш стиль. Пошку по-другому начал бить. Блин, слишком рано. Давай. Так, он делает раз-два рот. Потом делает... Вот, надо выпускать такие моменты. Дорогие друзья. Не надо меня бить. Блин. Ну, тороплюсь я. Просто привык. Блин. Опять поторопился. Зачем это я? Смотрите, у нас... Медальон. Хм. Я же вроде... Переделывал его... Не на поиск чудовищ, а на... Поиск... Место. Ну, ладно. Ещё утопец. Они же вроде появляются постоянно. Как мне? Давай, сражайся. Пока не поторопился. Косяк. Видимо, придётся установить здоровье. Фигня какая-то. Ай, давайте проще переключимся на такой бой. Больше урона как-то как наносит. Я к нему уже привык. Вот. По одному, но мы их вынесем. Ну, кажется, они стали умнее. Серьёзно. А то раньше они разваливались налево и направо. А сейчас уже так легко не получается. И это нехорошо. Так. Ещё утопцы. Сколько нам надо перебить-то вас? Вроде не вылезали бесконечно. Ага. Я убил всех утопцев. И это хорошо. Гэдмил Хавка Арен. Приветствую вас. Найн Тхойне. Эссе ваткерн. Тебе нас не запугать, ведьмак. Где Харен Брок? Он обещал нам. У него должен быть для нас товар от говенкаров. Спокойно. Харен ничего о вас не говорил. Я охотился на утопцев. Вартел Найн. Ты не Айн Сейдхе, но и не мерзкий Тхойне. Ты нам не враг. Мы просто заберём оружие и уйдём с миром. Это товар Харена. Прости, Айн Сейдхе, но я не позволю тебе и близко подойти к этим ящикам. Слушай меня внимательно, Ватхен. В нашем отряде 20 эльфов. Наши братья страдают от голода и болезней. В этих ящиках еда, лекарства и оружие. Мы заберём их сейчас. Мы ведь не можем каждый день так близко подходить к стенам Вазимы. Я догадываюсь, к чему ты клонишь. Правильно догадываешься. У нас нет выбора. Но у тебя есть. Я работаю на Харена. Вам придётся поискать говенкарские товары где-нибудь в другом месте. Хочешь лишиться жизни из-за этого жадного Тхойне? Ты ведь не один из них? Не имеет значения. Не смей даже приближаться к этим ящикам. Мы убьём тебя, а потом... Мы живём по совести. Пусть ваша смерть станет уроком для всех предателей. Спарли! Так, а вот теперь у нас небольшая проблема. Инвентарь. Где наша бутылка с водой явно не нужна. Это нам не надо... Надо восстановление здоровья. Вот. Это дело мы выпьем. Отлично. Нет, не надо паузы. Ты меня вывел из тебя. Давай. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Печали от хаоса разочарования. Так. Беги. Беги, друг. Так. У нас должно медленно восстановиться здоровье. Правильно? Так. По-моему, всё равно попадают. Фигово. Ага. Их много. Так. Значит, мы сейчас немного побегаем. У нас есть... Вот такая замечательная вещь. Надо попробовать. И отбегаем. И отбегаем. Будем жечь и отбегать. Так. Соответственно, тогда вода вроде восстанавливает энергию. Я тебя зарежу, волосатая обезьяна! Да. И отсюда. Будем сейчас уклоняться. Стараться, во всяком случае. И можем их, в принципе, ещё и поджигать заодно. Так. Чуть-чуть здоровье восстановится. И тогда мы нападём. Так. Нет. Всё-таки... Мы будем этих расталкивать. Потом отстреливать лучников. Отстреливать, а... Отбивать лучников. Вот. Тогда, может быть, у нас что-нибудь получится. Хоп-хоп. А он устойчив к магии. Ну, этому мы быстро сложили. Карлика, я думаю, мы тоже сейчас быстро сложим. Хотя он бронированный. Так. Вот. Карлика мы завалили. Осталось всего лишь два лучника, и всё. Они даже не мешали особо. Ну, что ж. И... Минус один лучник. Остался ещё один. Всё. Ну, вообще, в каком-то смысле да, но... Так, хорошо. А теперь останки. Ммм... Это... Нищая какая-то. Всего лишь восемь монеток. Шесть монеток. Железный кинжал. Так, ну нафиг нам этот кинжал не нужен. Вот мне интересно. Твои останки. Так, цветочки. Это мы возьмём. Обязательно возьмём. И надо ещё останки с карлика взять. Правильно? И с утопсов мы ещё не собрали. Так, в принципе, можно было бы и забить, но... Но нет. Так, стоп. Это я с карлика, получается, взял эту фигню? Блин, какой-то... Нищий карлик. Даже у утопцев денег побольше. Так. Ну, зато у них есть... Всякая химическая дрянь. Которая нам поможет. Так. Значит, смотрим на задание. Нет, не на карту, на задание. Вот. Я решил проблему с утопцами. После встретил... Скоэт Хэалер. Эльфы хотели забрать товары Харена, но я им не разрешил. Мне надо рассказать ему о своих успехах. Так. Ну, пойдёмте расскажем ему о своих успехах. Пока он там дома отдыхает. Мы повеселились знатно. Значит, восстановление здоровья у нас действует. Ну, у нас, в принципе, нормально сейчас с этим делом. У нас много... Травки. Чтобы создать зелье. Штука полезная. Чуть-чуть отойти. Хотя, вот, если бы лучники хорошенько меня... Коцали бы. То хрен бы, что я сделал, на самом деле. Так. По-моему, я зашёл не в тот дом. Ну, ладно. Даже если и так. Так вот вы где все. Я вас ограблю. О, еда. Еда. Хлеб. А вот для хлеба у нас места-то нет. Ну, видим, вам повезло. Подарок. Ну, нам это нафиг не нужно. Я вроде так его уже выкинул. Ну, камешек один я возьму. Чёрный порошок у нас вроде мог влезть. Так, корзин для белья. Ещё шкаф. Да, нам уже некуда. Ну, и ладно. И старый сундучок. Что у нас здесь? Вот это мы можем взять. Отлично. 1,6. Нет, я всё-таки лучше факелом был. Факел делал такое. Вы видели, как он этих гулей бьёт. Так что... Дело хорошее. А в чём указатель указывает... А, он правильно указывает. Ты и не кто-то пошёл, видимо, да? Пропустил дом. Ну, ладно. Можно, в принципе, у костра посидеть. Так, погуговать. Но очень как-никак. Хотя погода не располагает. Дождик. Хотя, если... Накрыться плащ-палаткой, сидеть у костра... Романтика, чё сказать. Так, ну что, просыпайся. Ведьмак! Да? Я убил утопцев. А ещё я встретил эльфов. Эльфов? Не знаю никаких эльфов. Они ждали тебя. Кто они? Скоя Таэли или по-нашему Белки. Юные борцы за свободы нелюдей. За содействие им тут же отправляют на виселицу. Сдашь меня, будешь болтаться со мной рядом. Я не буду хранить молчание. Но если это так опасно, почему ты с ними связался? Надо же как-то зарабатывать на хлеб. Как бы то ни было, свою работу я сделал. Значит, мой товар в безопасности. Я недооценил тебя, ведьмак. Кстати, а что стало с теми эльфами? Мы повздорили. Они мертвы. Ты убил их? Хм. Их друзья, скорее всего, вернутся за товаром. Скажем им, что во всём виноваты утопцы. Меня это не касается. Мне нужны мои деньги. И расскажи мне о саламандрах. Держи золото. Саламандры? Они собирают дань жителей деревни. Посмеешь ослушаться, перережут глотку или подожгут дом. Где мне их найти? Спроси у преподобного. Он сам решит, что тебе стоит знать. Лично я бы не возражал, если бы ты с ними разобрался. Ага. Мой друг ищет одного краснолюда. Его зовут Гок. Он из Скоэтаэли. Я поспрашиваю. Может, что-то и узнаю. Так, надо запомнить. К нему потом... Надо будет вернуться. Так, что там я... Блин, вот как всегда я троплюсь. Ага. Что-то с медицинскими талантами. Ну, блин, откуда ты взялся? Я же вроде вас только что перебил. Так. О, немного алхимических препаратов мне не помешает. Так, теперь к костру. Немного посидим. Все умения распределим. Дело такое. Творческое. Значит, три бронзовых таланта. Хорошо. Так, сила, вносливость, интеллект. Что мы можем прокачать в интеллект? Специалист по чудовищам. Это, в принципе, достаточно интересная штука. И мне бы было интересно ее прокачать. Но... И, кстати, мы можем... Работает только, пока восходит луна. Необходим мутаген. Ну, это нам нафиг тогда не надо. Потому что такой... Я же вроде говорил, жалкий частный случай. Что это такое? Позволяет поедать некоторые ингредиенты, вместо того, чтобы варить из них эликсиры. Сырой ингредиент наносит 20 очков здоровья. ВФУ приносит 20 очков здоровья и повышает токсичность. Ага, 20 очков здоровья. Это сколько вообще? Непонятно. Ладно. Пока что мы и с бульками можем разобраться. Необходим бронзовый талант. Восстановление энергии плюс 25%. И иммунитет к ядам плюс 50%. Прошу прощения, но это два очень важных показателя. Так, ладно. Драка. Нет, драка мне явно не надо. Восстановление в секунду здоровья это я. Нечувствительность к боли. Повреждения плюс 20. Уклонение минус 50. Так, работает только когда весьма к перепил алкоголя. Нет, это нам явно не нужно. Выносливый синтет. Так, мы все это посмотрели. Значит, насколько я помню, я хотел качать серебряный меч. В групповой стиль. Ну что ж. А что этот тогда прокачал в групповой стиль? Понятно. Повреждения. Да, просто повреждения. Критический удар. Точный удар плюс 1. Давайте в любом случае прокачаем. Больше я не вижу, что мы можем такого нужного для нас прокачать. Значит так. Повреждения плюс 20%. И повреждения плюс 25%. Хорошо. Так, это мы прокачали. Помедитируем. Нет, стоп. Стоп, 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 стоп. Не будем торопиться. Помните, как сказал наш друг алхимик, что можно экспериментировать с зельями? Вот, мне очень интересно попробовать. И это сделать. Так. Как это можно... Ага. Примерно таким образом. Хорошо. Я могу поместить туда что угодно, да? Давайте в ласточку. А, ласточка полностью забита, да? Филин повышает энергию. А чайка что делает? Галлюциноген. Давайте мозги туда добавим и попробуем. А что, если я мозги уберу? Так, ну добавим мозги и попытаемся как-то это все дело смешать. И что в итоге мы получили? А фиг его знает, что мы получили. Ладно. Видимо, это не сильно нам помешало. Для того, что мы добавили туда мозгов. Ну, если что, мы это съедим и посмотрим, что будет. Так, а сейчас у нас надо отправляться в часовню к преподобному и уже там разбираться. Ну что ж, используем магию телепортации. Так, я отошел от костра и появилось животное. Ну, опять-то призвал фигню всякую. Ну, они же вообще никакие. Такого никакой сложности нам не представляют. А, я думал, что такое. Я взял групповой стиль. Сражался. Почему в плане не одни? Прям. Так, это есть. А теперь вот одна осталась. У тебя вот так вот завалим. Вот так. Хорошо. Теперь надо собрать останки там. Эти когти вроде бы. Или зубы. Они нам нужны. Ну, головы нам нафиг не нужны. Голова делал такое. А вот это надо. Для какого-то зелья. Я уже забыл, как оно называлось. Так, не хочу сейчас с утопцами сражаться. Ах да, магия телепортации. Так, итак, мы наконец попали в дверь. В дом купе подобного. Да, судя по здоровью, я немного подрялся на берегу. Говори, быстро! Чудишь, преследовавших вода и Хорена больше нет. Для Микулы я очистил склеп от гулей. Должен признать, я впечатлен. Может быть, тебе удастся одолеть и Саламандр. Чтобы одолеть их, мне нужно сначала узнать, где они прячутся. Я не скажу тебе ничего, пока ты не справишься со зверем, ведьмак. Таково мое условие. Я сделал все, о чем ты просил. Где находится логово Саламандр? Ты прибыл вовремя. Иди в трактир. Там обустроились несколько бандитов из Саламандр. Они прячутся в старом доме трактирщика. У Олафа будет ключ. И ведьмак. Да. Ничего. Да осветит твою душу вечный огонь. Лучше пусть все сидят по домам. Я не хочу, чтобы пострадали случайные прохожие. Так, и это интересно. Что у нас тут? В доме-то у тебя ничего нового? Так, ну что ж. Давайте идти в трактир и применять магию телепортации. Итак, направляясь к выстоялому двору, я нашел слугу Саламандр. Давайте подойдем, поговорим. Посмотрим. А он такой достаточно толстый. Надо бы, кстати, в следующий раз, когда будет шанс прокачать точность. То, что-то я начал промахиваться. В общем, наверное, точность для всех боевых стилей. Там вроде всех же по-моему точности. Я не помню. Так. Ну что ж. Теперь надо разобраться с останками. Так, это мы взяли и еще там остались. Стальной темный меч. Тимирский меч. Так. Фигня. Вот они стояли где-то здесь, да? Наверное, есть смысл сюда зайти. Йопарный мамай, ёпарный мамай. Все, я друг. Да. Надо было подлечиться перед этим делом. Эх, косяк. Надо было, кстати, магию отталкивания применить. А это автосохранение, оно прямо сюда, в дом, да? Если так, то это печаль. Действительно печаль. Хм. Нет. Просто окрестности, видимо. Значит, я сейчас окажусь в ГД из дома преподобного. Да. Так. Значит. Теперь. Магия телепортации. Так. Значит, я снова здесь. Пропускаем все это дело. Да, 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 да. Мы уже поговорили. А теперь... Это и троп. Теперь надо вас выносить. Так. Линжирные они какие-то. А в доме мы сделаем все правильно. Мы раскидаем всех этих гадов. Нажал слишком рано. Из-за этого второй минут потратил. Вот. Значит, в доме мы сейчас всех их раскидаем магией. Когда это сделаем, перебьем всех групповым стилем боя. Ну, давай, помирай уже быстрее. Ай. Вот так хорошо. Молодец. Значит, теперь надо собрать их кусочечки. Так, а в прошлый раз у него был что-то повкуснее. Ладно. Значит, видимо, это убежище Саламандр. Сохраняемся. Берем в руки меч, групповой стиль. И поехали. Мы заходим туда, они нас окружают, а мы быстро их отталкиваем. Ну, магия. Да ладно, я не смогу магию применить. Ни хрена не видно. Лучше магией могу вас растолкать. Хам. Надо что-то сделать. Угу. Ну-ка, загружаемся. Что-то это мне особо не нравится. Сейчас мы всё сделаем правильно и чётко. Так, секундочку. А то надо окошко прикрыть, а то солнце светит. Прямо жарить, так сказать. Так, ну вот, мы тут и оказались. Где? Значит, вы будете здесь, да? Магии я там использовать не могу. И как мне тогда вас, получается, надо перебить? Где они отстанет почки, ёкломаны. Так, и... Некуда, да, правильно. Хм. Так, да, надо посмотреть, какие у нас вообще есть эликсиры. А вот что-нибудь полезное мы и съедим. Для начала. Используем вот какую-нибудь такую фигню. Заточим наш меч. На 10%. Так. Что у нас дальше есть? В инвентаре. Значительно повышает регенерацию энергии. Лёгкий ведьмачий галлюциноген. Пусть будет. Что даёт? Ага. Шанс попасть в цель. Минус 50%. Замечательно. Неизвестный эликсир. Выбиваем неизвестный эликсир. Так, а это фигово. Белый мёд. Токсичность понижаем. Что у нас дальше? Надо что-нибудь ещё такое съесть. Чтобы их с тех гадов быстренько завалить. Бутылка с водой. Бутылка с водой. Это не поможет. Жир. Не поможет. Так. Регенерация энергии тоже не поможет. Потому что мы не сможем использовать там магию. Почему? Не знаю. Ай, была не была. Пошли. Умри свинья. Слишком рано. Блин, я просто себя не вижу, если честно. Вот как-то так. Но теперь можно сражаться. Так, остался один. Вот как-то так. Умри, скотина. Ну же. Кажись, с Бадуна мы сделали невозможное. Мы перебили их всех, чёртовой матери. Хе-хе-хе. Ну, вот. Алкоголь творит чудеса. Так, это мы забираем. Зачем? Не знаю. Но овощи поможет. Останки. Давай уже, собирай. Всё. Гена, скотина. Так. Контейнер. Малый топор. И три бочки, которые я хотел бы обследовать. В обязательном порядке. Так. Так, кто обследовал. Так. И ещё одна бочка осталась. И тут еда. Еда это всегда хорошо. Опьянение. Как нам избавиться от опьянения? Чисто теоретически надо забраться в любой костёр. Логично? Логично. Не особо. Но пойдёт. Так. Контейнеры. Топор. И фиговые мечи. Так. Выходим отсюда. И нам нужно идти дальше в таверну. Я так понимаю, тот люк, который там был. Мы не сможем попасть. Ну, давайте попробуем. Ай, ладно. Сразу побежим тогда. Так. Возьмём вооружение, чтобы бегать быстрее. А то, когда он с бодуна, он как-то бегает, как черепаха. На самом деле. Так. И это хорошо. Значит, вот там вот вроде костёр. Мы часок отдохнём. Одновременно восстановим здоровье и прочее. Правильно? Да. Вот. И можем поговорить ещё с королевским ловчим. Может, чего нового он нам скажет. Хотя вряд ли. Так. Костёр. Сядем. Посидим. У нас ничего там не появилось в талантах? Нет. Не появилось. Зато. Почему-то я не могу ничего смешать. Наверное, потому что с бодуна. Ну. Ладно. Давайте подождём. Часок. И теперь, когда мы уже восстановились от всяких эффектов. Хотя странно. Всего час отдохнув. Приветствую тебя. Так. Ничего нового? Прощай. А жаль, кстати. Хм. А я не знал, что я смогу. А. Я не смог. Здесь забор. Хе-хе. Понятно. Так. Насчёт интересного. Я, когда проходил мимо, где-то вот на этом поле, я увидел... Нет. Вот здесь вот. Увидел магический знак. Символ. Нет. Не символ. Магическую фигню я там увидел. Которую бафы даёт. Надо будет туда сходить. Но сначала мы зайдём в таверну. Потому что, видимо, мы пойдём назад. Когда будем в тот дом возвращаться. Вот. И тогда зайдём на поле. Или оно нам будет нужно вообще по заданию. Вот. Так что посмотрим. Ну, надо всякие ласточки на селью взять. Естественно. Так. Надо как-то быстрее всё оформлять. Нет. Немного не то. Просто забрать всё. И он сразу одновременно и выходит. А то слишком много кнопок надо было нажимать. В процессе. Так. Тоже забираем всё. Ладно. Пошли в ворота. Нам нужно в таверну. Кстати, тут был кузнец, который на меня немного обиделся. За то, что я ему сказал фигню. Я и правда не думал, что я его обижу. Ладно. Вот в таверну. Надо забрать ключ. И вообще узнать, где располагается. Так, что у нас здесь происходит-то? Какое-то злопотворение. Нет. Оставь меня в покое. Стоп. Это уже было. Уголы, Канаша. Проваркуй нам другую песенку. Убери от меня руки, болван. Так, такой же он был у нас. Да, она добрая. Это здорово. А давай сделаем то же, что и с Микулой. Помнишь его девочку, Ильзу? Отличная была. Она верещала-то как, а? А это кто? Ты тоже новенький. Он тебе, небось, тоже сказал ждать здесь. Ну давай развлечёмся с этой цыпочкой, пока начальник за нами не прислал кого. Так уж вышло, что эта дама под моей защитой. Поэтому никто из вас не тронет её. Вот значит как. Мы решили повеселиться, и никто нас не остановит. Даже так. Надо было бежать, пока было возможно. Ну зачем их убивать? Ну блин, ну ты же сильнее их раз в десять. Так, стоп. Давай это. Вот так, вот так. И поехали. Надо было быть с Будуна. Тогда мы делаем невозможное. Как показывает практика. Так, как бы её там ещё не перебили. А тут что-то... Она на меня баф, что ли, вешает ещё? Подлечила меня? Давайте его просто быстрым стилем заварим. Хотя его вроде лучше... Не быстрым. А, силовым. Ладно. Ну. Блин. Что-то я поторопился немного. Ну и всё, и он кончился. Хорошо. Благоди, стоит полутать. Давайте. Останки! Останки! Ай, карамба! Полутать! Полутать! Я думал, здесь было три тех самых трактирщика. Я отправляюсь в Визиму, надеюсь, мы встретимся там снова. Давай я тебя провожу. Эти дороги опасны. Не беспокойся обо мне, когда саламандры бегают на воле. Я подожду тебя здесь. И когда ты надерешь им задницы, добавь ещё разок покрепче за меня. Конечно. Я вернусь за тобой, Шани. Я буду здесь. Все так говорят. Корчмарь. Надо проверить, что в карманах. Ну, безусловно! Я хотел с ним заняться, вы мне не дали. Так, сначала надо видеть нам к тому мужику, поэтому давайте сначала ограбим этих мужиков. Так. Дубина. Слово-останки, слово-останки. Вот, останки. Так, и это хорошо. Шани. Ещё останки. Так, камень нам вроде пока что не нужен. Останки. Курица. Кто-то был очень голоден. О, ключик. Отлично. Теперь можно идти снова в логово саламандр. Хорошо. О, груша. Ух ты как. Козье молоко. Хорошо. Так, ну-ка. Козье молоко я хочу. Ну, давайте съедим арбузик и заберём козье молоко. А это что? Мёдовые соты. Тоже еда. Так, что это такого? Янтарь. Ценный предмет. Булочку. Скушаем булочку. И. Теперь можно снова залезать в сундук и забирать соты. Не знаю почему, но как-то кажется мне, что они нужны. Хотя не факт. Киска. Забавно. Так, ну вот. Мы вышли в окрестности. Надо сейчас не забыть сохраниться. Я не помню там о восхранении игры. Ну всё, тогда можно и особо не волноваться по поводу этого вопроса. Так, значит, бочки, костры, костры, ворота в ту сторону. Кстати, а в той стороне был вообще? Так, где мы сейчас? Мы сейчас здесь. В той стороне я вообще не был. То есть сюда я просто не заходил. А, не, стоп. Оттуда я вообще пришёл. Точно. Так, ладно. Значит, теперь направляемся... ...по заданию. По заданию в дом Саламандр. Так, я только немного подзабыл, где он находился. Не надо было их убивать. А, убежище Саламандр. Всё просто. Отлично. Значит, будем двигаться в ту сторону. Запертая дверь. Хорошо, что я нашёл убежище. Просто так в домах, честно, не хочу заходить. Там камни всякие. Ну, лишняя вещь, на мой взгляд. Так. Да, вот тот дом. Это я помню хорошо. Значит, сейчас мы разберёмся с входом в подвал. Ну, просто уверен, что он был заперт. Даже не было смысла его как-то трогать. Так. Да, тут мы перебили кучу народу, и... ...теперь, наверное, можно сходить в люк. Знакомые ящики. Так этот ублюдок торгует с Саламандрами. Да ладно, пусть торгует. Пещера. Хорошо. Кстати, там был дом напротив. Который, по-моему, был заперт. Главарь Саламандра. С лестницы мне туда не забраться. Надо искать другой выход. Здрасте. Как поживаете? Я давно тебя жду. Деревенский живодёр из службы очистки. Твоим людям пришлось пострадать перед смертью. У тебя есть кое-что принадлежащее мне. Неправда. Ты же, как и твой предшественник, работаешь на убийце-насильнике. Где Беренгар? Этот болван сбежал. Но во время нашей короткой встречи он был более разговорчив, чем ты. Неудивительно. Азар-Евет может быть очень убедительным. Кто такой Азар-Евет? Он самый главный. И он могучий маг. Не чита тебе. Посмотрим. Храбрости тебе не занимать, ведьмачок. Посмотрим, как ты запоёшь, когда Азар до тебя доберётся. Убийцы? Ода. Это вшивота деревенская. Пришёл сюда, чтобы научиться убивать воинов. Мы ему сказали, что такому жалкому пьянице, как он, остаётся только мечтать о бои с настоящим воином. Хватит болтать, пора переходить к делу. Стой! У нас нет того, что ты ищешь. Здесь ничего нет. Они отправили всё прямо на нашу базу в Изиме. Тебя же хуже. А теперь потанцуем! Все же... Ладно, ладно, небольшой фейспалм. Подождите, не буду отойти. Так, меч, групповой стиль. И можно сражаться. Если честно, это было немного глупо. Но смешно. Упс! У нас очень нехорошо со здоровьем. Нехорошо. Так, немного отошли. И теперь надо скушать зелье восстановления здоровья. Так, а теперь здоровье восстанавливайся! Кавабонга! Беги! Беги, герой! Беги! Так, сейчас немного восстановится. Мы продолжим сражаться. Дети? А, из деревни. Так, ясно. Сначала немного побегаем. Ну ладно, давайте вокруг костра. Ай, беги, беги, беги! Ох, я думаю, отрубит. Так, теперь легкий стиль. Беги, быстрый. Вот. Так, а он сносит так неплохо. Интересно, а легкий уровень сложности, это вообще можно стоять на месте и ничего не делать? Так-то хотя бы, так сказать, потанцевать можно. Вот. Хорошо. Детишки. Надо выбираться из этой пещеры. Погоди, пролутать. Вот здесь стена, похоже, тонкая. Можно попытаться ее сломать. Попробуем. Дед увидел тонкую стену. Так, что это такое? Серебряное кольцо. Ммм, которое можно передать кому-нибудь или подарить. Серебряное кольцо. Так, серебряное кольцо у нас уже есть, так что, думаю, нет смысла его... Ай, книга. Что ты делаешь? Ахаха, прекрати. Давайте возьмем ее вместо... Вместо чего мы ее возьмем? Вместо еды. Переложим еду. А, мы не можем так интерактивно. Давайте тогда сожрем еду. Так. Теперь, что у нас? Это нам нафиг не сдалось. Саламандр мы оставляем. Книги мы почитаем чуть-чуть позже. Останки. Так, берем эту фигню. Книга Филина. Отрывки с секретов ведьмаков. Так. В свитке содержатся формулы восстановления энергии. Так, это у нас вроде уже было, кстати. То есть я могу его создавать. Грибочки. Грибочки. Это я люблю. Так. Останки. Надо не пропускать это дело. Ящички. Ух ты как. Так, что это? Снова? У нас уже такая штучка есть. Блин, колечки прям. Серебряное кольцо. Серебряное кольцо. 1, 2. 1, 2. 2, 20, да? Все то же самое. Ничего нового. Так, ящик. Череп. Это все. Сундучок. Надо обязательно залезть в сундучок. Что у них здесь? Вот. Синяя фигня. Грушу мы выкинем. Денежки возьмем. Синий метеорит обязательно. Вот это у нас вроде есть. Так что оно заменено. Плюс вещи. Вещи. А, ладно. Не суть. Грибочки надо взять. Костер. У костра мы, наверное, посидим, да? Котел. Сначала котел. У котла мы не посидим. А вот у костра можно и посидеть. Да что, детишки, часок подождите, пока тут помедитирую. Так, алхимия, алхимия. Ага. Ну, в принципе, кстати, ничего нового. Киноварь. Что такое киноварь? Кто знает, пишите. Интересно. Нам нужно, насколько я понимаю, этот... Основа всех алхимических препаратов. Насколько я помню, это у нас спирт. Останки. Останки где-то там вообще валяются. Так, ну вроде бы мы обобрали всю пещеру, да? Насколько я понимаю. И вижу. Ну-ка. Надо посмотреть, что здесь вообще есть. Ну, понятно. Так, особо ничего. Молодец, Альвин. Нашел стену. Так. Детишки, вы за мной там идете? Хорошо. Только так. Держитесь близко, но на расстоянии, чтобы, если что, я мог перебить этих гадов. Да? Договорились? Так, ну ладно. Двигаемся. Кто это такая? Абигейл. Погоди. У меня тут грибы. Вот. Грибочки. Что ты там скажешь? Зачем ты здесь, ведьмак? Чем занимаешься, ведьма? Колдую. А что? Слишком много дыма и вони от твоего колдовства. Сильные ингредиенты нужны для могущественных заклинаний. Достаточно могущественных для целой деревни. Для чего? Выгляни на улицу. Видишь разъяренную толпу с факелами? Они пришли за мной. «Жечь ведьму!» кричат они. Она вызвала зверя. Я вынуждена защищаться. Люди сами вызвали зверя своей безнравственностью. Меня это не удивляет. Микула, благородный стражник у ворот, он изнасиловал девушку по имени Ильза. Она покончила с собой. Ты продала ей яд. Пьяница Ода убил собственного брата из-за денег. Преподобный выгнал свою дочь, когда она забеременела. Теперь она торгует с собой в Изиме. Харин выдал стражникам белку за горсть золотых. Ты знала обо всем этом и ничего не сделала. С какой стати мне что-то делать? Они мои клиенты. Они отдают свое золото за яды, приворотные зелья и прочие снадобья. Не мое дело, как они их используют. Теперь понятно, почему зверь охотится за вами. Я должен разоблачить виновных. Оставайся здесь, я поговорю с ними на улице. Геральт, не позволяй им причинить мне вред. Если бы ты знал меня ближе, ты бы понял, что мои грехи не так велики, как они говорят. Правда? Проверь сам, если хочешь. Мы здесь одни, и у нас масса времени. Твоя красота бросается в глаза, Абигайл. Я бы с радостью узнал тебя поближе. Идите-то где? Ну, видимо, уже не важно, да? Я рассказала тебе все. Выбор за тобой. Костер. Ничего нового? Ладно. Коль так. Ладно, видимо, дети уже не важны, правильно? Наверное, они уже ушли. Так. Вход в новую территорию. Так, сюда мы вряд ли попадаем. Хотя, почему бы и не попробовать? Да. Ну, видимо, нет. Потому что он так повернулся. Выход. Интересно, откуда мы выйдем. Даже интересным. Что ж. Ах. Пусть сдохнет в мучениях, сука. Мы знаем, что ведьма прячется внутри. Выводи ее. Пусть вечный огонь поглотит ее грешное тело, и мы избавимся от зверя. Не так быстро. Мы должны судить ее по справедливости. Эта сука разрушила мою жизнь. Требовала золота. А потом грозила проклясть меня. Она заколдовала моего брата. Она хотела забрать его вместе со всем его золотом. Мой брат отверг ее. И тогда она его убила. Она заколдовала меня дьяволю с колдовством. Подчинила себе мои руки и убила его. О, мерзость. О, коварство. Я нашел в ее хижине куклу, похожую на тебя. Нет, до сих пор это снится. Мой брат работал в поле. Ужас. Ее колдовство сотворило убийство. Она заслужила... Заслужила смерть. Твой брат был воином, а ты просто пьяница. Как бы ты смог убить его, если только не во сне. Зачем ты слушаешь его, преподобный? Он мутант, выродок, ведьмак. Каковы твои обвинения, Харен? Он может спасти нас от заклятий ведьмы. Она меня сделала говенкаром. Она обещала отдаться мне, если я помогу с кое-то элем. Я ненавижу нелюдей, но я торговал с ней. И нажил отличную прибыль. Золото это еще не все. Есть еще принципы, которые нельзя нарушать. Ты торгуешь с бандитами, которые крадут детей. Я не верю ни одному слову из того, что ты говоришь. Ты принял решение, ведьмак? Что ты думаешь, преподобный? Ведьма использовала Одо и Харена для своих черных дел. Она отравила Ильзу. Микула изнасиловал Ильзу, которая затем покончила с собой. А Бигайл не одна из нас. Она должна была убраться отсюда давным-давно. Но она предпочла остаться, чтобы отомстить нам за свою чуждость, за злую судьбу, которая постигла ее. Она использовала свои дьявольские чары, чтобы подчинить себе этих простых людей. Она призвала зверя. Вот в чем правда. Заткнись, ублюдок. Ты привел эту свору подлецов, а значит, ты не мог не знать, что они продают детей саламандром. Знал про убийство и изнасилование. Плевал я на тебя. Вы здесь все одинаково виновны. Ты об этом пожалеешь. Я забираю Абигайл. Расходитесь по домам. Ну что, драться, драться. Зари в район. Женщина, корень всякого лиха. Это орудие хаоса. Строит козни против рода людского. Женщина в лихома лишь похотью. Ради своих влечений противных природе. Они убьют вас. Она демоном охотно служит. Не хочется перебить людей. Люди, они ничего не сделают, пока мы вместе. Разве? Пшел вон, ведьмак. Оставь ведьму. А ты попробуй, комет. Пошел прочь, мразь. У вас два варианта. Ждать моего ухода и убить Абигайл. Но я вернусь. Я вырежу тут все, что движется. Каждого вшивого кмета. Или попробуйте жить достойно в согласии с совестью. Выбирайте. Спасибо, Геральт. Идем. Займемся зверем. Да уж. Что, Орда Зомби сейчас повалит? Само загорелось. Не к добру. А вот и ты. Нет у меня серебряного меча. Так, стой, Амба. Стой, Амба. Ой, кавабонга. Кавабонга. Нет, стоп. Я хотел... Так, а главное. Это было быстро и глупо. Ну что, дорогие друзья. Предлагаю все-таки продолжение в следующей серии. Тогда мы уже убьем и этого демона, и всех его прислужников, и спасем Абигейл, и вообще сделаем все в самом лучшем виде. Ну что ж. Такие дела. Такие дела. Такие дела. Такие дела. Такие дела. Такие дела.